Баня – это неотъемлемая часть русской культуры. Сакральное место, где можно очиститься и физически, и душевно. В сельском поселении Назаревское появление общественной бани ждали с нетерпением, поэтому и открывали ее торжественно, сопровождая народными песнями и плясками. Глава сельского поселения Назаревское подчеркнула, что отремонтированный объект муниципальный. Сегодня, наконец-то, после реконструкции, мы открываем с вами муниципальную Назаревскую баню. И это большое событие, важное событие не только для жителей сельского поселения Назаревское, но также для жителей и всего Одинцовского района, и Московской области. Наша баня включена в программу губернатора Московской области «100 бань Подмосковья», а это для нас значит очень высокие критерии качества оценки как ремонтных работ, так и оказания банных услуг. Общественная баня в поселке Назарьево является 43-м по счету объектом в рамках губернаторского проекта «100 бань Подмосковья». Одно из важных условий программы – это обслуживание льготной категории населения по специальным тарифам. Уникальность Назаревской бани в том, что здесь, несмотря на масштабную реконструкцию, сохранилась русская печь. Баня стала по-хорошему современной, но тем не менее со старинной русской душой, поскольку мы не трогали нашу русскую дровяную печь. Это действительно наша душа, душа этой бани, Назаревской бани. Хоть само здание старинное, внутри все современно и комфортно. Проведен качественный комплекс ремонтных работ. Заменена кровля, электрика, вентиляционная система, а также переложена плитка. Назаревская баня будет центром Назарева, куда будут все приходить. И возвращаться домой с теплыми эмоциями, с радостью и с любовью в сердце. Здесь раньше было всегда много народу, сейчас еще больше будет. Я тут первый раз в бане, но мне очень понравилось, вообще здорово сделано. На открытии всех любителей попариться и гостей угощали душистым чаем и различными сладостями. Администрация поселения Назаревская надеется, что посещение бани для многих станет началом хорошей традиции. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.